кто там такие красивые сидеть под столом кто там такой сидеть барин барин обернись привет красавец такой такой красивый красивый такой вот за такой красивый такой пузатый такой красивый, такой, 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 такой красивый. Ага. Иди, потряс, потряс. Зачем мне твоя видеокамера? Уйди отсюда. Уйди такой. А кто такой жопатый, жопатый? Жопатый такой телёночек. Телёночек. Ага, Коленьку любишь, любишь. Знаешь, ты Коленьку любишь. Ты такой жопатый телёночек. Ребята, только что пришёл домой, весь мокрый, гора мокрая, дождь. Что я им хотела рассказать? Сейчас я вам покажу, я там кое-что купил. В общем, я купил там помидорки, огурцы, я у бабушек всегда покупаю. Вот. И зашёл тут к нас здесь мясной магазин. Думаю, куплю себе вот этот Эльц или Зельц, как она называется, он такой типа сальтисона, знаете. Кусочек маленький купил, тебе грамм 200, думаю, попробую. Ну и пришёл домой, думаю, ладно, открой этот сальтисон. Открываю, а он внутри тухлый. Я ж давай тапочки одел. Пошёл вниз, кусился, тут магазин недалеко. Прихожу к этой женщине, говорю, вы знаете, что у вас тухлый сальтисон вот этот. А ногой не может быть, я там открыла плёнку вот эту. А он просто, она просто в плёнке завёрнута. Она понюхала, говорит, да, действительно, тухлый, говорит, я вам отдам деньги. Ну я у этой женщины спрашиваю, говорю, как вам привозят вот этот сальтисон, правильно? Если привозят какую-то колбасу, она должна быть или герметично упакованная, да, и плюс должен быть какой-то стикер, кто производитель, сроки годности, придатности, правильно? Она говорит, нам её привозят просто-напросто вот так вот в плёнке вот этой пищевой. То есть без стикеров, без срока хранения, без того, там, когда его сделали и до какого года или месяца он годный. Поэтому я говорю, ладно, женщине, я говорю, ну я не имею, по-моему, никаких претензий, но говорю, так не делается, ну как бы вообще-то должны привозить вот эту колбасу, или этот гельцы, или зельцы, я не знаю, как он правильно называется, в стикере, говорю, потому что он 100% у вас уже тухлый из-за того, что уже вышли сроки его хранения. Женщина, конечно же, приятная, она извинилась, говорит, да, я вас прекрасно понимаю, я бы дам вам деньги и верну обязательно поставщику. Ну вот такой вот случилось, неприятненький такой моментик, потому что ну так хотелось мне съесть кусочек, и тухлый пошёл, вернул деньги. Так что вот так вот. Сейчас я вам покажу, что я интересного купил. Так, мои покупки. Значит, начнём, наверное, с арбуза. Вот, я купил вот такой вот арбуз. Это, наверное, арбузиха. Видите, у неё ещё метка есть вот тут. Это меченый арбуз. Николай, видите, N-буква. Это специально арбуз рост для меня, на того, чтобы потом я его купил и съел. Это херсонские вкусные арбузы. Кстати, арбуз сейчас у нас уже 4 гривны килограмм. Что-то тут я не знаю сколько, 20 с чем-то гривен. И, конечно же, вот такой красивенький кулёчек с клубничкой. Это я себе оставлю обязательно. Так, дальше, сейчас я вам покажу. Вот это я всё покупаю у бабушек. Только из-за того, что они бедные, много трудятся на огороде. Вот. И поэтому оно всё свежее, своё и лучше, чем у тебя. Купил вот такую вот картошку. Кстати, очень классная картошка. И это, сейчас я вам покажу, красная картошка. Но картошка, я вам хочу сказать, дорогая. По 7,50. И женщина сказала, говорит, что картошка дешеветь не будет. Вот такая вот красная картошка. Я взял, не знаю, сколько тут, кило, наверное, может, немножко меньше. Вот, то я оставлю. Пусть будет, там можно шубчик какой-то сделать. Картошка пригодится. Вот. Это я также покупал всё у бабушек. Взял вот такой вот кабачок. Кстати, кабачки очень дешёвые. Я не знаю, 4 гривни, по-моему. Вот я один кабачок вот такой вот купил. Потом спасибо огромное этой бабушке. Боже, она такая классная. Она тут сидит возле тебя. У неё бельмо на глаз... Ну, видно, что глазика одного у неё нету. Вот. Она тихо так развивает. Говорит, сыночку, купай в мене помидорки, говорит. Вот я помидорки по 25 брал. Я понимаю, что это не дешёвые помидорки. Но зато, ребята, они с огорода. И они так классно пахнут. Ммм, смотрите, какие классные. Вот лучше всё-таки купить домашние помидорки, которые человек сам выращивает на огороде, чем АТБ-шные помидоры, которые выращивают в каких-то там парниках. Вот видите, какие хорошие. Вот такая кубочка помидорок. Вот. С огородика 25 гривен. О, видите. Это я купил у бабушки. Потом в этой же бабушке я купил также огурчики. Ну, огурчиков я много не покупал, потому что, ну, зачем мне много? Одному мне хватит с головой. Разве кто-то, если там придёт, сделает салат какой-то, то, может, туда подойдёт. О, тут такие вот два огурчика я взял. Тоже с огорода. Смотрите, какие хорошенькие. О! И также есть мужчина, который продаёт малину. Он тут стоит возле АТБ. Кстати, если кому-то надо будет, вот, он на таком мотоцикле приезжает и подаёт малину. А я говорю, боже мой, сколько у вас малины? Да вы каждый день стоите. Говорят, откуда вы берёте, сколько малины? Я думаю, говорю, у вас там пару кустов дома. И всё, типа, как бы, ну, ну, продали там недельку, там пару дней и всё. Он говорит, нет. Говорит, у меня целые плантации, целые кусты малины. Вот. Смотрите, какая малинка. Ой, он там кто-то сигналит мне. Наверное, уже по-моему не приехала. О! Ну, такая вот малинка. Малина по 15 гривень. Вот это стаканчик. Тут у меня немножко рассыпалось, но цены проблема. Я её сюда обратно, наверху, так вот поставлю. Он её сборками такими продаёт. Вот. И, кстати, очень сладкая малина. Поэтому, если вы живёте здесь, возле АТБ, берите быстренько и покупайте. Потому что малинка действительно вкусная. Так. Что я ещё купил? Ну, чуть-чуть я купил вот такие вот яйца. Справжневые. Ну, я всегда их покупаю. Ясен свит. Почему я не покупаю яйца в АТБ, которые стоят немножко дешевле? Эти стоят 26, по-моему, или не 28. Вот. Из одной причины только из-за того, что те, которые стоят в таких лоточках, они, во-первых, маленькие. Внутри они не такие жёлтые, как эти яйца. И они сверху все грязные, вот. Поэтому лучше всё-таки покупать вот такие, конечно же, яйца надо мыть. Но я считаю, на яйцах не надо экономить. Лучше покупайте яйца немножко подороже, побольше. И, конечно же, чтобы внутри они были хорошенькие, жёлтые, такие аж красные. Потому что есть яйца такие бледные, что не знаешь откуда и каких курей инкубаторных их выращивать. Так, смотрите. Шов панда. Туалетная бумага. Я всегда такой вот беру панда. Потом вот такую вот индийку я купил. Видите, как стикер есть. Написано мясо индика. Индика, индика. Филе. 800 грамм. Вот. Дата изготовления 7-го, 0-9-го. Сберегаты при температуре от 0 до 6 на больше 7 дип. То есть с 7-го числа до 14-го числа. Я сегодня её отварю. Я думаю, будет очень вкусно. Филейка и жука. Вот. Также я купил ещё, также я купил ещё вот такую вот зелень. То есть это укроп, петрушка обычная. Тоже я это всё сделаю вместе с индейкой. Вот. И ещё я взял вот такой вот кефир. И вам тоже советую взять такой кефир. Я когда-то смотрел передачу «Контрольная закупка». И там всё время советовали вот покупать молоко и кефир вот таких вот картонных, бумажных. Потому что там внутри есть как будто типа фольги. Вот. И оно намного лучше держит всё это и больше сроки. Вот смотрите. 0,6, 6-го, 0,9-го до 19-го, 0,9-го. Это не жирный кефир. Вот. Такой вот кефирчик. Ещё у меня тут ещё есть, помимо кефирчика. А, и чек. С этого, с АТБ. Сколько я сегодня потратил? Сейчас вам скажу. 280 гривен. Это вот туалетная бумага, кефир, яйца и филе индюка. А ну интересно, сколько это филейка стоила? 800 грамм. Наверное, дорого. А, ну конечно же. 120. А ну покажу поближе. Филе индейче. 127 гривен. А ну поэтому я так дорого и заплатил. Видите? Потому что дорогая она. Зараза. О, тут такие у меня, такие вот у меня сегодня покупки, ребята. Сейчас я всё это затарю в холодильник. Конечно, в холодильнике у меня реально ужасно, скажем так. Потому что у меня тут уже огурец и помидоры, которые уже 4 дня тут стоят. Виноград, который ещё стоит, тогда, когда мы на шашлык ходили, видите, он уже тоже затухлась. Зараза, всё надо выбрасывать. Два персика у меня, тут дыня. Вот такая, бачите, уже тоже. Сыр вот такие. Один огурец тут валяется. Ну всё более-менее нормальный огурец. Два персика тут у меня. О, ещё вот тут у меня два огурца, и сидите. Это уже хорошенькие огурчики. Вот. Вот у меня вообще ничего почти не мало. Это корм барса я ему иногда даю. Пущёночка, уголь активированный. Водичка. Вот этот кефир уже надо выбросить, потому что он до 2-го, 0-9-го, видите, тут уже его почти нету. Майонез. Всё. И мышь у меня повесилась в холодильнике. Вот. Это мой холодильник, чем я питаюсь. И морозилка. Что у меня в морозилке? А в морозилке у меня стоит пачка пельменей. Видите, это кефирка. Когда-то я ел. Пельмени сибирские. Геркулес. Всё. Всё, что у меня есть. А где? Самый главный Геркулес. Кс-кс-кс. Ты. Ты шо тут делаешь возле моих кроссовочек, га? Шо ты делаешь возле кроссовочек, Олина? Их ты такой красавчик. Красавчик мимо ныненький, такой барсюнят, а? Всё, коже, всем пока. Пока, всем. Не делайте ошибки, покупайте колбасочки, смотрите на сроки годности, да? Потому что неприятно покупать, приносить домой, а оно тухлое. Всё, ребята, пока.